Погода дорожным работам не благоволит. С этого начал свое выступление перед журналистами начальник профильного департамента региона Андрей Шушкин. В этом году на развитие дорожной сети направлено 2,9 миллиарда рублей, а это больше, чем в прошлом году, на 17%. Больше внимания теперь можно уделить строительству дорог, их содержанию и восстановлению. На карте региона больше 200 проблемных точек, работы очень много. В регионе необходимо построить, реконструировать более 120 километров дорог общего пользования, поэтому эта задача стоит и перед департаментом, и перед муниципальными образованиями. Всего в этом году на строительство и реконструкцию областных дорог направлено более 200 миллионов рублей. В строительный сезон продолжится реконструкция дороги Лежнего-Хозникова-Шуя, отремонтируют больше трех километров. Продолжатся восстановительные работы в Кенишемском районе, Жажлево-Ильинское. Туда направили 48 миллионов рублей. Жители Южского района порадуются началу работ на трассе Южа-Талицы-Мугреевский. Этот важнейший транспортный узел после дождей практически потерял свою внесущую нагрузку. В этом году мы приступаем к реконструкции. Стоимость объекта более 700 миллионов рублей. В этом году мы направляем 60 миллионов для начала этой работы. И, безусловно, эту работу будем продолжать. И в целом наша задача реконструировать более 20 километров этой дороги, что позволит ее также перевести из щеберничного покрытия в асфальтобетонное. 90 миллионов рублей в этом году выделены на строительство западного обхода в областном центре. Еще столько же понадобится и в следующем году. Серьезная работа будет проведена и в малых поселках и деревнях. По данным департамента, более 600 населенных пунктов в регионе не имеют дорог с твердым покрытием. Продолжатся работы по устройству линий искусственного освещения. Осветить в регионе нужно более 100 километров трассы. Программа на этот год – 8 километров. После зимы, после обследования участков дорог, мы, безусловно, увидели болевые точки. Это более 20 километров, которые мы восстановили, первоочередные, именно за счет статьи по содержанию автомобильных дорог. В целом, считаю, что если мы выполним те показания, которые мы для себя ставим, показатели, то нормативная сеть дорог будет приведена в удовлетворительное состояние. Этим летом запланировано восстановление водных пассажирских перевозок. Географию расширят у уже имеющихся маршрутов. К пристани в Решме и Семигорье будут заходить суда, отправляющиеся из Кинишмы в Плёс. Также будет открыт водный путь до Жажлива-Заволжского района. Мы планируем запустить во второй декаде июня месяца. Но еще здесь мы смотрим на погодные условия, потому что Москва постоянно объявляет оранжевый уровень опасности. И мы не рискуем сейчас просто-напросто осуществлять перевозки. Но и спросом, я думаю, в такую погоду эти перевозки пользоваться не будут. Ивановский аэропорт предлагает жителям региона направление на юг. Организованы регулярные рейсы в Симферополь и Анапу. А вот с прямыми путешествиями в Турцию из Иваново придется подождать. Аэропорт, хоть и получил статус международного, отправлять за границу еще не может. То оборудование, которое было установлено ранее, 5 лет назад, оно уже потеряло свою актуальность. Необходимо, значит, устарело. Поэтому нам нужно еще оборудовать пограничный пост и пост таможни. 5 лет назад это было где-то в районе 30 миллионов. Потребуется дополнительных средств. Но сейчас, я думаю, что эта цифра, наверное, увеличилась. Средства на перевооружение аэропорта должен будет изыскать собственник. Но пока в теории речь идет только о возможных грузоперевозках в Турцию и туристических, в том числе, рейсах в Китай.